Всем привет, народ! Вы на канале Покашеварим, и сегодня один из долгожданных обзоров. Вы много раз мне писали, что я обязан заехать и попробовать еду в ресторане Сахара, который находится вдоль МКАДа. Я посмотрел на сайте, у них 4, 4, ну 4 есть, наверное, заведения, ну 3 или 4, короче. Вот, ресторан, где мне писали, что там самая топовая шауха, вы же и писали, что там всякого много вкусного, короче. Ну вот, выполняю ваши желания, идем в ресторан Сахара, находится который рядом со Сколковским шоссе. А пока мы идем, я хочу, чтобы вы познакомились с каналом Юлия. Привет, друзья, с вами Юлия. Заглядывайте на мой канал. На моем канале вы сможете найти различные рецепты, заготовки еды на несколько дней, жареные креветки по-итальянски и суперполезный домашний лимонад, десерты, а также бьюти, покупки и путешествия. Подписывайтесь на мой канал, будем дружить и общаться. Нажимайте на колокольчик, так вы не пропустите выпуск новых видео и узнаете о них первыми. Обязательно подписывайтесь на канал Юлии, ссылочка в описании. А я пока тут изучаю меню. Ребята, это меню мелким текстом, сейчас вы увидите это на экране. Что вам сказать по ценам? Ну давай начнем. Вот мне, конечно, вы мне про шаурму писали. Вот сколько здесь стоит шавуха? А вот шаурма, 210 куриная, 290 из телятины, из ягненка, микс курица. Короче, шаурмы здесь, а, шаурма на тарелке, шаурма в лепешке, в пите, вот ее мы возьмем обязательно. Ну и очень много всяких там вот холодных закусок, салатов, горячих блюд, первые блюда, гарниры, блин, соусы. Просто, ну, безумное меню, вот, вот, а, до небес. Смотрели, вот меню. Не, это еще, там еще огромное есть. А, в смысле, это на столах? А что на каналу у вас? Покашеварим. Сколько как подписчиков? 700 тысяч. Сделаем вам рекламу. Ну мне просто, у меня, мои подписчики, они уже задолбали с Сахарой. Говорят, надо ехать в Сахару, там шаурма самая топовая, типа. Да, да, мы сейчас пойдем, естественно, заказывайте. Я скажу, там шейф еще вместо. Пока четыре, у нас еще три, дай богу, мы откроем, в течение полугода. Недавно три было, блин. Четвертый на Vortex Stream. А, да? 18 километров, где напротив дворок. Ну там тоже классно. Ну у вас антураж, это капец. Мы приехали, Дим, говорит, блин, как в Египет попали, типа. Нормально. Там зверушки, видя, наверное, бегают. Сейчас мы еще, можно походить же, да? Да, можно. Спасибо. Вот, вот так вот, ребята, надо встречать блогеров. А не как вот мы в зоопарке были, когда нам сказали, снимать нельзя, то-се. Ой, в парке Горького, блин. Снимать нельзя. Вот душевно, понимаешь, гостеприимно, хлебосольно, понимаешь? Вот так вот и надо себя вести. Пойдем внутрь, нам сегодня все разрешили, черт. Субтитры подогнал «Симон»! Амбициозная табличка у самого входа. Шаурма номер один, понял, блин? Проверим. Короче, по убранству, по оформлению я такого еще не видел, серьезно. Тут какие-то, ну, куча приколюх. Я еще даже, ну, то есть, у меня взгляд все обсмотрел, но до деталей не добрался. А их действительно много. Вот, например, место для детей, смотри. Большие мягкие игрушки, доски для рисования, мелки и PlayStation, блин. Вот это прикол. Тут что-то какая-то стойка, я не знаю. Там какие-то, какой-то зоопарк нам вот только что подходил администратор. Фонтанчики, такой навес. Еще один шатер для того, чтобы сидеть. Там детская площадка, столики. Ну, то есть, реально вот глаза разбегают. И смотри, еще, еще, еще беседки для того, чтобы сидеть и уютно кушать. Правда, рядом с МКАДом это небольшой недостаток. Но то, как здесь вот это все устроено, блин, это впечатляет масштаб. Вы понимаете, что это не реклама Сахары, да, мы приехали, нас тут тоже не ждали. Вот, но меня впечатляет серьезно. То есть, то, как это выглядит, прям ощущение, что ты где-то на каком-то турецком или там египетском курорте находишься. Пойдем внутрь уже. Ну вот, ребят, мы внутри Сахары. Опять-таки, так же, как и снаружи, да, глаза разбегаются, потому что там вертеллаж шаурмой. Причем они срезают не ножами, но сейчас вы это увидите на кадрах, они срезают специальными электрическими слайсерами. Я такого не видел никогда. Но только в интернете на гибках. Выпечка, смотри, самса индейки с сыром 65 рублей, самса с яблоком 40, с тыквой 40. То есть, много-много выпечки. Хачапури по-эмертински 385 с сыром сулугуни. Вот, кстати, я хачапури бы попробовал, извиняюсь, плюсом к шаурме. Люля-кебаб, посмотри. Люля-кебаб. Курица-гриль, крылышки, ножки. То есть, ну, в плане поесть, тут есть что. И даже попсовый картофель фри за 75 рублей тоже здесь есть, короче. Вот, ну ладно. А у вас здесь все можно заказать? И шаурму тоже, да? Да. А что, какая шаурма, что можно взять у вас поесть? Есть у нас шаурма из курицы, есть из телятина, есть из ягнемка. Можно их миксовать еще, там перемешивать с курицей с телятина, с телятина с ягнемка. Давайте, знаете, как сделаем? Мы возьмем шаурму из курицы в лаваше и в пите, две. Одну в лаваше? Одну в пите, да, в лепешке. Одну с ягнятиной в лаваше и одну с телятиной в пите. Так, а хачапури одну? По-эмертински. По-эмертински, это целую, да? А что, можно половину? Нет, целиком продуете. Можно еще вот такие хачапури есть, смотрите. Кайф. Клада, это тоже хачапури. Ну, не, я такую, вот хочу такую. Такую. И самсу с бараниной есть с барашкой? Да. И одну самсу с бараниной. И напопить, а напитки фирменные, может, какие-то? У нас есть морс есть из клюквы. Свой. Да, из щербет, из корочки лимона. Есть айран, кисломолочный. Давайте айран и морс. Айран и морс. Айран и морс. По 0,2. По 0,2. Хорошо. Хорошо. Айран вкусный или как в магазинах? Нет, почему? У нас сами готовы. Сами делают? Можно дать попробовать, но. Не, я возьму и попробую, да. Все. Все. Мы уже все заказали. Выходим на улицу. Я мимо иду, смотрю лестницы. Я думал, ну, типа, рабочее помещение. Нет, это второй этаж. Там тоже можно посидеть. И я такой поднимаюсь аккуратно. Херак на меня. Смотри, какая морда смотрит. Я, конечно, честно говоря, не особо за то, чтобы там вот вешать животных на стены. Но это впечатляет. Очень много каких-то фишечек, нюансов. То есть, такое убранство, знаешь, какого-то вот ощущения, что это как будто чей-то дом, и вот он чего-то украшает где-то везде. Не какой-то вот такой вот скучный ресторан. Я не знаю, как к этому относиться. Может быть, это немножко противоречит там современному ресторанному бизнесу. Но определенно любопытно. Пойдем второй этаж заодно посмотрим. Друзья мои, второй этаж. Тут никого нет. Сейчас обеденное получается время. То есть, весь кипиш там. Сахара – это какой-то вот, знаешь, уникальная такая вот синтенция или, как сказать, правильное слово. И фастфуд. Ну, то есть, тут много людей приезжает, типа, заехали, шаурмы поели, даже в машине сидят, едят. Вот. И в то же время ресторан. То есть, они все это в одном месте совмещают. Опять-таки, я не знаю, как к этому относиться. То есть, надо ли концентрироваться на одной теме или не надо. Или это хорошо. Ну, сам факт, что второй этаж вот такой вот дорого-богато. Всякие там вот диванчики. Ну, просто вот место такое. Ладно, ну, мы про еду здесь. Во-первых, вам огромное всем спасибо, что вы адекватны все. Напитки. А смотри, на майран, мне кажется, за чеком. Да больше принесли, чем мы заказывали. Мы же 0,2 заказывали. Короче, ну, будем воспринимать это как это. Комплимент от шефа. Короче, вот так вот, ребята. Кафе Сахара. Честно, мы сюда ехали, я думал, что начнется кипиш какой-то, типа, не снимай. А тут настолько начался кипиш, типа, наоборот, снимай. Понимаешь? Ну, потому что ребята адекватно воспринимают. Они понимают, ну, приехали блогеры. Не важно, сколько там подписчиков, да. Надо, надо содействовать. Не надо препятствовать. Нам принесли шаурму в лепешке. Давай, давай смотреть уже, это великолепно. Итак, у нас, смотри, в лаваше я взял только телятину. 200 рублей стоит. Самса с бараньей. А, нам еще не принесли, еще хачапури самса, кстати, да. Хачапури 385, айран пол-литра по 170 рублей. Я, правда, просил по 0,2, но ладно. Так, куриные в лепешке 200 и ягненок в лепешке 380. Ягненок самая дорогая шаурма. Смотри, ну, шаурма в пите, это вообще из детства, серьезно. То есть, последний раз я ел шаурму в пите, когда учился в институте и у нас готовил божественную шаурму. Чувак на Выхино очень вкусную шавуху готовил. И здесь мы возвращаемся в мою юность, так сказать, да, уже сейчас старый хрен. Но это выглядит прикольно. То есть, вот так вот подают шаурму в пите. Лепешка тут, ну, не стандартная пита магазинная, да, какая-то, видимо, они сами здесь выпекают. У них есть тандыр. Ну, смотри, класс, тут картошка фри. Это похоже на греческий гирос скорее. Свежая морковка, не корейская. Ну, как-то по фуншую тогда все выложено. Душевная картошка фри. О! Нам это самое. Пожалуйста. А нам чай, кстати, он нес как в другое место какое-то. Нет? Ну, страшно, я пробую, что делать, чтобы сладостями было. А, вот это сладости угощаем, очень вкусные наши, которые мы сами. Сами делаете даже пахлаву, да? Да, конечно, все мы сами делаем. Ребята, ну, сегодня я продался вообще абсолютно точно. Хлебосольность. Я не думаю, что если вы приедете, вам дадут много сладостей, но чаем вас точно угостят. Вы же говорите, что если клиент не заказывает напиток, то чай. Да, человек сидит, кушает, а у него рядом попить ничего нет, и мы само собой... Дадите чай. Угощаем чашку человек. Спасибо. Ну, вот это нормально. То есть сладости может и нет, но чаек вы получите. Это сегодня нас так встречает, потому что у нас большой канал, типа, из-за этого. Так, ну что? Ладно, картошечка. Как есть, да? То есть тут как бы хочется откуда-то укусить, и непонятно, откуда начать, на самом деле. Лепешка вообще безумно крутая. Она еще подгриленная, то есть она хрустящая, а внутри очень мягкая. Я даже не знаю, как пробовать, честно говоря. Ну, то есть, естественно, мы уже настолько привыкли к шаурме в лаваше, что довольно непривычно пробовать все это в пите. Это действительно вкусный, мягкий барашек. Нет вопросов к мясу. Вопросов просто ноль. Очень круто приготовлено, но мягкое, не пересушенное. И это явно действительно ягненок, а не небольшой старый унылый баран. Довольно много начинки. 380 рублей, может быть, стоит купить за 200, за 200 купить с курицей. Может, и не стоит. Но в плане начинки, то есть наложено нормально. Что мне не нравится в пите? Здесь все прекрасно, но не хватает соуса. То есть, соус здесь есть, соус есть чуть ниже, когда доесть. Сейчас я ем слой мяса. Оно вкусное, но соус, конечно, было бы прикольно, чтобы было в том числе и мясо обмазано. Ну, а так класс, и мягчайшая лепешка. Который за 15 минут готовится горяченький сыр. Очень вкусный. Спасибо. Хачапури по-эмертински. А это хачапури... Есть хачапури по-мигрельски, это один слой сыра внутри. В хачапури по-аджарски это лодочка, а по-мертински это два слоя сыра. То есть, он внутри и снаружи. В хачапури всегда закон, как вкусно сделано тесто и какой сыр использован. Ладно. Мы, наверное, кстати, сейчас сделаем паузу именно на хачапури. По шаурме в лепешке могу сказать, что это очень годно. Единственное, что, возможно, вот эта вот равномерность просоусности, ее здесь нет. Но здесь гораздо вкуснее сам хлеб, потому что это лепешка, нежели лаваш. Ну и без вопросов очень вкусное мясо. Так, ребят, ну давай попробуем хачапури по-эмертински. Ну давай посмотрим хачапури. Приготовили нам только что. Тесто больше похоже на слоеное почему-то. Конечно, сейчас попробуем по вкусу, но мне кажется, хачапури в грузинском ресторане я, может быть, едал и вкусней. Чисто вот по тесту могу сделать вывод. Айран, который они готовят сами. Сейчас скажу. Айранчик вещь. 170 рублей стоит пол-литра. Ну то есть, вот этот стаканик, вот этот бокальчик, вот этот кувшинчик. Хачапури точно нет. Хачапури нет, потому что, видимо, это не их блюдо. Ну я имею ввиду, что повара не столь научились готовить хачапури, как, например, возможно, баранья самса, которая к нам, вероятно, дойдет. В общем, могу сказать, что тесто мне не понравилось. Тесто, оно ближе к слоенопесочному. Вот бывает же такое, да? Вот. Сыр неплохой. Сыр такой рассольный, солененький, даже, может быть, чуть сверхсоленый, чем хотелось бы. В общем, мое мнение, хачапури здесь это не топчик. Вот и все. Пока отложим. Спасибо, что было в моей жизни. А у нас следующая шаурма, куриная, ждет. У них, кстати, фишка в том, что шаурма, вот если ее собрать целиком, да, нам порезали ее, но вообще людям на вынос дают вот такую вот собранную. Сейчас. Я извиняюсь, я просто должен показать размер. Они делают ее тонкую, но очень-очень длинную. Понял? Для того, чтобы удобно есть было. Хорошее это? Да, это отличное решение. То есть, когда ты широкую шаурму откусываешь, с одной стороны, тут мясо, тут там, например, капуста. Тут мясо, капуста, капуста, мясо и так далее. Ладно, у нас это с телятиной. Шаурма с телятиной. И вот здесь вот соус равномерно распределен. То есть, все-таки лаваш для нас уже стал более привычный. Хотя в пите есть своя душевность. То есть, если... Ладно, ладно, пробуем, короче. 220 рублей стоит шаурма с телятиной, ну, то бишь, с говядиной. Они тут все преуменьшают. Из барана делают ягненка, но действительно мясо очень нежное. Здесь я не могу понять. То есть, возможно, это просто уже зрелая говядина. Довольно мягкая, то есть, опять-таки, на гриле тонко срезанная. Жуется хорошо. Могу сказать, что делают хорошо. У меня нет какого-то вау-эффекта из-за какого-то там шедеврального соуса. Но это хорошая шаурма. То есть, здесь хорошо пожаренное мясо. Тут соуса достаточно. Тут овощи свежие. Тут сам лавашик хороший. Вау-эффекта нет. То есть, такого, что, опять, это самая лучшая шаурма, которую я ел, нет. Качественно, да. Однозначно. Ребята, когда вот очень дружелюбно настроены, тяжело критиковать, но, тем не менее, это моя работа, да? Так, давай, у нас еще одна тарелка. У нас еще одна шаурма. На этот раз куриная. Слушай, давай мы сделаем, знаешь как? Я предлагаю, да, чтобы попытаться не перебивать вкус курицы. Я заберу вот эту красоту пока, да? Это не уважение. Это не неуважение к сахаре. Это просто попытка добраться до мяса. И вот они, поджаренные кусочки курицы, которые срезали специальным электрическим слайсером. Блин, восстание машин. Круто. Ну, то есть, даже если убрать вот это все сверху, это все равно выглядит, ну, аппетитно. В пите шаурма выглядит аппетитней, чем в лаваше. Давайте попробуем куриную. И тут, кстати, судя по всему, другой... О, самса с бараниной. Конечно. Класс. Слушайте, а соусы отличаются или нет? Да, два видно. Все, все, супер. Спасибо. Мне, на самом деле, честно скажу, мне в шавухе нравится, когда мясо пережаренное. Здесь они делают мясо так, чтобы оно не было пережарено и чтобы даже само мясо отдельно... То есть, шаурма не соусами наполняется... Не из-за соусов наполняется влажностью, а в том числе и из-за мяса. То есть, как по моему вкусу, прикольно, когда чуть-чуть мясо даже вот чуть пережарено. Здесь мягкое. Все, погнали. Вот сейчас я съел с соусом. Тут было мазнуто немножко соусом. Соус вкусный у них. Такой чесночненький. А с этой стороны вот красный соус. Серьезно. Вот с курицей прям брать. Серьезно, с барашкой это все такое. Не совсем то, за что я готов платить 400 рублей. Ну, 200 рублей за шаурму с курицей. Вот в такой подаче. Слушай, вот с курицей нет ощущения, что я ем слой мяса. То есть, тут как будто бы соуса достаточно. Это очень вкусно. Прямо от души. Куриное в пите это вещь. Серьезно. Вот будете брать шаурму, к сожалению, в шаурмичных. Но так вот у метро в пите уже не подают нигде. Если есть возможность брать в пите, берите в пите. Ну, в лепешке, как по-разному называется. Это круто. Это очень вкусно, очень душевно. Хочется доесть факт. И ту, и эту, и поза ту. В отличие, кстати, от хачпури. Вот, друзья, ладно. У нас, нам принесли еще свежую самсу. То есть, они готовят, я так понимаю, ну, не то чтобы из-под ножа, но выпекают, ну, по заказу, да. То есть, у них там нет такого, что там куча самсы лежит. Там, по-моему, одна или две лежали, да. Но нам сделали свежую. Хотя, наверное, если человек приходит, наверное, ему дадут оттуда, да. Подогретую. Самса небольшая, то есть, вот по размеру с ладошку. Но сделана она вроде бы как правильно. То есть, здесь слоеное тесто. Ну, как слоеное. Если хотите знать, как делать самсу. Есть рецепт у меня на канале, посмотрите. То есть, принцип такой, да. Тут довольно много слоев. То есть, она должна быть хрустящая. И надеюсь, что тесто не слишком толстое. Вот это тема. Вот такая выпечка. Это их тема. Очень хорошо сделанная самса. С тонким хрустящим тестом. Вкусная самса, сочное мясо, много лука. Все так, как должно быть в самсе. И стоит она, кстати, 65 рублей. У меня больше самса в районе продается. Вот, кстати, уровня, в принципе, такого. Для меня это топовая самса. У меня на районе, в пекарне. Вот. Она чуть побольше и стоит, по-моему, тоже, кстати, 65, ну, 70 максимум рублей. Это бы я взял прям смело. Курдючок, лук, мясо. Слушай, ну, серьезно. Я был настроен более скептически. То есть, я думал, это, ну, такая скучная шаурмичная, да? А по факту Сахара это прикольное, аутентичное место. Пример вот такой же похожий я серьезно не могу вспомнить. Я довольно много где был в Москве, но настолько вот, как-то, знаешь, такой вот везде какой-то кипиш. Везде какой-то кипиш, везде что-то какие-то приколюхи, но при этом они не забывают про еду. Это редкость, серьезно. В общем, мне пока вот по мясу, по выпечке мне понравилось все. Вся шаурма вкусная, которую мы попробовали. Конечно, самый топчик это в пите куриное. Единственное, что все-таки вот не зашло, это хачапури. Хачапури не зашло ни при каких обстоятельствах, нет топчик. Продолжение приколюх. Ну, вот просто в каких-то мелочах. Это, ну, это типа сахарница. То есть, вот он, рафинад, кусочки молотого рафинада. Тут же цукаты. Бери, поешь цукаты, вприкуску с чаем, да? Ну, это вот просто приколюха. Это мелочь, но она чуть-чуть да удивляет, понимаешь? Вот стоит сахарница обычного сахара. И тут же стоит сахарница с кусковым сахаром и с цукатами. Черт. Да круто. Короче, могу сказать так, что, ребята, вот многие, серьезно, многие. Вот там стоит огромный автопарк машин и едят в машинах, короче. Это потеря. Это потеря. То есть, если ты приезжаешь в Сахару, возьми, посиди, поешь цукатов, тебе еще дадут чая. Вот, кстати, если вы будете заезжать в Сахару, проверьте и напишите в комментариях, дадут вам чая, интересно, если вы не закажете напиток. Это любопытно. Либо это нам так сказали, потому что мы тут, видите, или с камерой. Чаек хорошо заваренный. Я про чай у них спросил. Они были в таких маленьких турецких мензурках, таких, знаете, как стали, и такие стаканчики, не знаю, как они называются. И мне как раз было бы приятно именно в этой мензурке попить. Потому что я обознаю, вот если мы отдыхаем где-то в Турции, я всегда беру кофе турецкий или турецкий чаек. Ну, и турецкий чаек, когда в этих мензурочках прям сидишь, смотришь на море Средиземное, попиваешь этот чаек, это душевно. Конечно, то, что они мне принесли побольше в таких стаканах, а не в мензурках, то, что побольше, это хорошо, а то, что не в мензурках, это плохо. Такие стаканы из Икеи у меня дома есть. Вкусный чай. Вкусный такой насыщенный заваренный чай. Слушайте, ну без вопросов, я не знаю. Давай попробуем, но это нас угостили, опять-таки, да, хлебосольность, за это мы не платили. Виталий продался. Это десерт, который они делают сами, как они сказали. Тут пахлава, тут какие-то рогалики с ореховой начинкой, какие-то треугольнички. Ну, в общем, давай поближе посмотрим. Вот, то есть вот такая тарелочка. Я не знаю, сколько она стоит, мы все-таки, раз нас угостили, да, мы не отказываемся. Это просто печенька. Вот эта креветка или рогалик, она с начинкой. Видишь, там ореховая начинка. Ну и пахлава. В принципе, я люблю такие блюда. Вау, смотри, сочится прям. Пахлава очень сочная. То есть там много сиропа. Вот, видно, да, он прям вытекает. Как хороший добрый стейк. Ну, давай попробуем с чайком. Жерезные креветки, похоже, по расцветке. Прикольно. Слушай, по вкусу это, ну, песочное тесто и хорошая вот эта вот ореховая паста с сахаром. Я вот в такие моменты всегда впечатляю. Знаете, какую историю? Истории ювелирной работы. Это маленькие песочные круассанчики. Рогалики. В которых внутри еще есть начинки. То есть это сколько времени потрачено для того, чтобы это сделать. Это дольше делать, чем пельмешку. Серьезно. Мне всегда впечатляют люди, которые дома пельмени себе там наделывают. Но это вообще, это просто ювелирочка. Так, ладно, попробуем пахлаву. Рогалики. Рогалики вкусные, но не вах. По вкусу обыньки. Пахлава. Просто петюля. Очень вкусная. Тоже треугольнички с той же начинкой. Короче, смотрите, вот песочные печеньки, они нормальные, но, ну, типа не вах. Но пахлава прям божественная. Такую пахлаву, конечно, ты не купишь в магазине. Там всегда сухая дрянь продается. С доставкой мы брали, по-моему, доставка под Дор. Есть такая фирма. У них хорошая пахлава. Привозили они меня. Но это прямо вообще свежак. То есть это то, что ты вот где-нибудь там на турецком базаре. Ну, не обязательно на турецком. Я просто, условно, просто на турецком базаре я был, а на других восточных базарах не был. То есть если ты это возьмешь вот прям свежак, только что приготовленное, это вот оно прям. Ребят, ну что могу сказать? Это великолепно. Единственный момент, что нам забыли принести морс. Морс пробили, да, или нет? А, не, морс. Морс не пробили. Ну, то есть тут у них есть косяки в организации в плане того, чтобы все правильно пробить. Потому что мы заказывали морс, это абсолютно точно на камере было вроде. Нам морс не пробили. Я заказывал 0,2 айран, нам сделали по 0,5 2 айрана. Но в шаурму не накосячили. То есть как мы заказали, так и принесли. Ну, в общем, мы сейчас покушаем с Димоном. И, наверное, подведу итоги я уже снаружи заведения. Мне кажется, вы и так все поняли. Место годное, но поподробнее уже снаружи. Смотри, он что-то конфликтует с пакетом, понял? Ну, слушай, у нас там... А зачем он-то где? Зачем он так раз и упирается рогом, смотри. Эй, хороший ты. Эй. В общем, ребятам, серьезно, от души посидел, от души поел. Потому что вкусная еда, понимаешь? Мы здесь еще, к нам подошел потом администратор. Ну, или как, я не знаю, руководитель. Я не знаю, там, должность, да? Посидели, просто пообщались, там, что, как у них. Какие для себя плюсы отметил? Турецкий флаг. Какие плюсы для себя отметил от общения? То, что у них первое, первое, что стоит вот во главе угла, это посетитель. Второе, но тоже на первом месте, это еда. И уже дальше, то есть он даже про бизнес не рассказывал. Вот руководитель рассказывал про то, как хозяин азербайджанец, а он его, ну, друг, да, хозяина, он руководит ресторанами. И он рассказывал про то, как у них принято, то есть вот там хлебосольность. То есть если там даже бедный азербайджанец, у которого там немного денег, еды и прочего, да, к нему придут в гости, он накроет поляну. Вот он про это рассказывал. Это говорит о том, что ребята действительно ставят приоритеты правильные. Еще один момент, который мне понравился, я спросил про франшизу, да, то есть, ну, это франшиза, он говорит, да не, франшиза, типа, у нас вообще запрещена, мы никогда франшизу делать не будем, он говорит, ну, ближайшие 15 лет, как он сказал. Это тоже показатель, то есть у них задача не бабок заработать, а держать под контролем качество еды. И честно скажу, я впечатлен Сахарой. Вы можете писать в комментариях все, что угодно, как вы меня за Бузову писали гадости про меня, что меня купили и прочее там. Пошли вы, знаете, куда, вот кто это писал, идите в жопу, ребята. Потому что я для вас показываю реально вкусную еду, что у Бузовой в кафе очень вкусные салаты за адекватные деньги, вкусные напитки, что здесь просто великолепно круто приготовленная еда. Да, с нюансами, может быть, хачапури немножко невкусный, может быть, там чуть соуса меньше в телячей шаурме было, чем я бы хотел. Но если обобщить, то Сахара это то место, куда просто, ну, must eat, знаешь, вы обязаны заехать и поесть. Здесь реально крутая шаурма, классная еда, правильный подход и в целом очень-очень уютно, то есть уходить отсюда не хочется. И феноменально вкусный айран. Все, ребята, про Сахару, с Сахарой тему мы закрыли, я имею в плане ролика, но в плане посещения тема открыта. Я сюда буду заезжать каждый раз, когда буду проезжать мимо, потому что это охеренно. Все, ребята, и нам еще собрали, кстати, вот с собой. Да, мы забираем еду с собой, вот такие вот мы жмоты. Нет, просто мы вкусную еду забираем с собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ребята, Сахара советую к посещению. Супер место. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok